Здравствуйте! Сегодня мы продолжим нашу мыльную историю, но в этот раз придадим ей отечественный колорит. Действительно интересно, как обстояло дело с мылом на Руси? Понятно, что в древности на Руси обходились без мыла. Во-первых, потому что в бане можно было хорошо помыться и так. А во-вторых, мыли щелоком, в бочку с дождевой водой сыпали древесную золу, настаивали ее и через некоторое время употребляли вместо мыла. При мытье щелоком достаточно было ополоснуться из шайки, чтобы стать чистым. На Руси в банях также было принято мыться квасной гущей. Ею натирали тело, и она хорошо очищала кожу. Еще в конце 19 века в деревнях заливали кипятком золу, распаривали ее и получали щелок. Им мыли голову и стирали белье. А еще запаривали картофельные очистки, тоже для стирки белья. Использовались в домашнем маловарении и соки таких растений, как мыльный корень, мыльнянка, ягоды бузины. Волосы мыли еще и глины. В качестве мыла использовали овсяное жидкое тесто. Иногда такое тесто замешивали на настое липового цвета, полыни, розмарины, ромашки или хмеля. У женщин, стремившихся сохранить мягкость и блеск волос, был особый рецепт. В дубовом ведре тщательно размешивали со свежей ключевой водой или дождевой водой ковш золы. Зола также подбиралась с умыслом. Лучше всего для этих целей годилась зола от подсолнечника или еловая. Свои косы русские красавицы ополаскивали в отваре от распаривания березовых или крапивных веников. А для омовения лиц шли отвары пшеничных отрубей. От такой самой натуральной косметики кожа становилась мягкой и гладкой. Что же касается производства мыла, то собственные мастера-маловары появились на Руси только в 15-м столетии. Известно, что некий Гаврила Андреев завел в Твери поварню мыльную с котлом мыльным и со всей паре однию. А в Москве существовал и свой мыльный ряд. С 1670 года в нашем отечестве стало известно жидкое калевое мыло, так называемое зеленое. Для производства этого мыла применяли поташ. Поташ, если вы помните, это карбонат калия. Главный источник поташа – зола растений. Поташное дело, так называли тогда маловарение, было налажено во многих домах. Но еще в 1659 году производство этого столь необходимого в быту продукта было передано в царскую казну. Постепенно наширилось число мелких маловаренных мастерских. Тем более, что Россия располагала всеми необходимыми для этого ресурсами. В первую очередь – древесиной. Поташ стал одним из основных продуктов экспорта, что привело к массовой вырубке лесов. К началу царствования Петра I остров стал вопрос о поиске более дешевого заменителя поташа. Но проблема эта была окончательно решена только к концу XVIII века, когда французский химик Николай Лебман смог получить из поваренной соли соду. Этот отличный щелочной материал вытеснил Поташ. В XVIII столетии прославилась своим мылом фабрика города Шуя. Даже на гербе города изображен брусок мыла. С 1800 года началось кустарное производство крепкого и желтого натриевого мыла путем обработки жидкого мыла, поваренной солью при кипячении. Первые маловаренные фабрики стали появляться в России лишь в XVIII веке. В Москве на этот исторический момент было известно две такие фабрики. В Новинской и Пресненской частях. К 1853 году в московской губернии их число выросло до восьми. В 1839 году по высочайшему распоряжению императора Николая I было основано общество для производства стеориновых свечей алина и мыла. Для реализации нового проекта был куплен один из свечных заводов, расположенный на берегу Невы, на восьмой версте по Шлиссельбургскому тракту в селе Смоленское. Предприятие назвали Санкт-Петербургский Невский завод. И вскоре его продукция приобрела всероссийскую известность. Уже в 1843 году на шестой всероссийской мануфактурной выставке продукция этого завода получила право на изображение государственного герба. Тогда это было высшим знаком признания. Кстати, Санкт-Петербургский Невский завод прадедушка современной петербургской фабрики Невская косметика. В середине 19 века прославились такие предприятия, как фабрика Ладыгина, фабрика Ролля и компания и парфюмерная фабрика Брокара. Мыло фабрики Ладыгина считалось лучшим после итальянского. Его готовили на коровьем, миндальном масле, белое и цветное, с духами и без. А известную московскую парфюмерную фабрику Воля основал в 1843 году француз Альфонс Ролле. Фабрика тогда называлась Роллей-компания и выпускала мыло, пудру и помаду. О парфюмерной фабрике Брокара стоит, пожалуй, рассказать чуть подробнее. Ведь именно ей Россия обязана тем, что мыло стало дешевым продуктом, доступным для всех. Основатель фабрики Генрих Афанасьевич Брокар был королем парфюмерии в России, а начинал дело с нуля. Основал он свое парфюмерное производство в 1864 году в Москве. Первоначальное оборудование его фабрики состояло из трех котлов, дровяной печи и каменной ступки. Первыми продуктами его фабрики стали детское мыло с русским алфавитом, оттиснутым на каждом куске по одной букве, а также мыло медовое и янтарное. Варили два раза в день по 30 фунтов мыла за каждый прием. Всего же получалось по 5-10 дюжин кусков в день. Постепенно производство Брокара расширялось, и появились новые сорта мыла. Шарм, огурцом, народное, греческое, спермоцетное и розовое, а также помада, народное и весовое. Из этих сортов мыла греческое и спермоцетное пользовались успехом у интеллигентной публики и вырабатывались из лучших сортов орехового масла. Мыло шаром, популярное среди разных слоев общества, шаровидной формы в один вершок диаметром, стоило 5 копеек, народное – одну копейку. Но именно мыло народное, так было написано на его этикетке, и произвело настоящую сенсацию. Копеечная цена делала его доступным практически для всех, даже для крестьян. И это самое многочисленное сословие Старой России стало потребителем бракаровской продукции. Бракар постарался придать своей продукции привлекательный вид. Например, его фабрика изготовляла мыло в виде огурцов. Мыло было так похоже на настоящий овощ, что покупателю было тяжело удержаться от забавной покупки. Кстати, на фабрике Бракара царили по тем временам удивительные нравы. Простой труженик на этой фабрике получал зарплату около 15 рублей в месяц. Очень неплохое, скажем, по тем временам содержание. Но кроме зарплаты, в качестве бесплатного приложения каждому сотруднику фабрики выдавались и мыло, и духи, и одеколоны. Если же работник фабрики имел семью, например, из 11 человек, то ему полагалось 11 кусков туалетного мыла и несколько флаконов, духов и одеколонов. До революции маловаренное производство в России постоянно развивалось. Крупными центрами выработки мыла были Москва, Петербург и Казань. Всего же на 1905 год в стране существовало 50 больших маловаренных предприятий. Большинство из них продолжили свою работу и после революции. Одним из символов советского быта можно считать хозяйственное мыло. Это особый сорт мыла с содержанием жирных кислот не более 72% и большим количеством щелочей. Им стирали, мыли посуду. Мыло это обладало и замечательными медицинскими качествами. В травмопунктах им рекомендовали обрабатывать различные раны и укусы. А делалось это мыло из натуральных веществ, что обеспечивало его высокие качества. Так что в мыльном деле нам по праву есть чем гордиться. Но хотелось бы, чтобы эта гордость была не только исторической. Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин